Четвертый вопрос. Легализация после 12 месяцев пребывания по туристической визе. Легализация после 12 месяцев пребывания. Значит, имеется в виду, если человек остался сверхразрешенного. Значит, из нелегального статуса без выезда из страны есть три варианта, как можно получить грин-карту. Первый – это иметь супруга, гражданина США или супругу. Этим лицам прощается нелегальное пребывание, но не нелегальный въезд. Второй – иметь совершеннолетних детей граждан Америки, 21 год и старше. Родителям также прощается нелегальное пребывание, но не прощается нелегальный въезд. И третий – это подача на политическое убежище. В случае, если вы получаете политическое убежище, вам прощается и нелегальное пребывание, и нелегальный въезд в страну. Единственное, что действуют правила, что на убежище нужно подать в течение 12 месяцев с момента въезда в страну, и либо в течение 12 месяцев с момента резкого изменения, ухудшения ситуации в вашей стране. Существует определенная судебная практика. В некоторых случаях суды и иммиграционная служба принимают в качестве объяснений то, что у вас был легальный статус. В течение, скажем, двух лет человек, например, был студентом, а потом перед отъездом вместо того, чтобы возвращаться, решил подать на убежище. В некоторых случаях это принимается в качестве объяснений, в других не принимается. Поэтому в любом случае, прежде чем делать такие вещи, нужно проконсультироваться с офисом иммиграционного адвоката. Понятно. То есть получается, что с визы F1 можно спокойно запросить политическое убежище? С визы? Да, практически с любой визы можно запросить, да. А от C1DB, который работает на круизных лайнерах, я знаю, что там... Убежище запросить можно, только дело сразу же передается в иммиграционный суд. Понятно. Так, минуя административную процедуру, да. Я знаю, что это самая ограниченная виза, да, от C1DB. Ну...